Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Белорусское образование высоко ценится во всем мире. Как считаете, в чем составляющий успех? В пятом классе знакомятся с тем, что такое бюджет, что такое доходы и расходы семьи. Мы полностью самостоятельно сварили корпус, собрали его, спаяли. Как в целом оцениваете качество образования в Бабруиске? В этом году по централизованному тестированию мы получили 8 стабальных сертификатов. Моя гимназия самая лучшая. В школах обновилась меню. Чем оно отличается от предыдущего? Предусмотрена вариативность блюд. Это на выбор салаты и соуса. Сегодня нам конфеты будут давать. Это больше про стиль или про дисциплину? Сегодня стоит достаточно сложная задача перед всеми нами, в том числе и перед родителями. Лена Сергеевна, здравствуйте. Белорусское образование высоко ценится во всем мире. Как считаете, в чем составляющая успеха? Считаю, что составляющая успеха в основных принципах государственной политики в сфере образования. Это, прежде всего, принцип приоритета образования в целом. Это гарантия гостинственного права каждому человеку на получение образования. Это принцип поддержки и развития системы образования с учетом устойчивого социально-экономического развития страны в целом. И, безусловно, это принцип инклюзии, который обеспечивает получение качественного образования любой категории несовершеннолетних. Системы образования постоянно совершенствуются. Какие задачи поставлены на нынешний учебный год? В текущем учебном году учреждения образования нашего города продолжают работать над повышением качества образования. Прежде всего, через профильную и допрофильную подготовку, через развитую сеть ресурсных центров, через участие в олимпиадном движении, исследовательской деятельности. Это, безусловно, совершенствование форм и методов воспитательной работы, воспитательно-профилактической работы. И здесь наиболее важными направлениями является патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование навыков безопасного и ответственного поведения и, безусловно, профилактика противоправного поведения. В текущем учебном году особое внимание уделяется организации питания учащихся. Наша задача — обеспечить качественным и сбалансированным питанием наших детей. Продолжаем работать на создании безопасных условий пребывания детей в учреждениях образования. Ну и, безусловно, совершенствование и укрепление материалистической базы самих учреждений. Хорошо. Какие главные нововведения вы могли бы назвать этого учебного года? К 1 сентября 2023 года в Министерстве образования проведена большая работа по анализу и корректировке учебных программ. Так, например, в учебную программу «Истории Беларуси» в 9-11 классе добавлен раздел по геноциду белорусского народа в год Великой Отечественной войны. Для учащихся 5-7 классов издан учебник по финансовой грамотности. И сегодня наши учащиеся уже в 5-м классе знакомятся с тем, что такое бюджет, что такое доходы и расходы семьи. В 6-м классе мы обучаем их, как не попасться на уловку мошенников. А в 7-м классе рассказываем, что такое государственный бюджет, что такое налоги, страхование. Кроме того, к 1 сентября текущего года Министерством образования утверждены 5 новых факультативных программ по направлениям архитектуры и дизайн, инженеринг, программирование, робототехника и охрана окружающей среды и природопользования. Далее, 29 ноября впервые в нашей стране проведено национальное исследование качества образования, в котором приняло участие 240 наших учащихся из 6 учреждений образования. Принимали участие учащиеся 10-х классов. Само исследование включало в себя диагностическую работу, анкетирование педагогических работников и детей. На сегодняшний момент опытные эксперты проводят проверку выполненного задания. Кроме того, в целом по стране и в частности в нашем городе на базе трех гимназий с 1 сентября открыты инженерные классы. Куратором инженерных классов является Белорусский Российский университет, который организует проведение практических занятий для наших учащихся. Но это самые яркие такие нововведения этого года. То есть факультативы такие, что в жизнь можно спокойно ребятам выходить, но только со знаниями, которые пригодятся в каких-то узких специальностях. Хорошо, а как обстоят дела с молодыми специалистами? Сколько их прибыло в Бобруйск и что может о них сказать? Вот они уже проработали вторая четверть, скоро подходит к концу. К 1 сентября в город Бобруйск прибыло 96 молодых специалистов. Из них в систему общего среднего образования прибыло 63 педагога, в систему дошкольного 33. В целом из общего количества молодых специалистов 57 бобруйчан. Сегодня, конечно, говорить об итогах работы еще рановато. На сегодняшний момент перед учреждением и образованием стоит задача адаптации молодых специалистов на их первых рабочих местах. И с этой целью в каждом учреждении за каждым молодым специалистом закреплен опытный наставник из числа учителя первой либо высшей квалифицированной категории, который помогает в планировании своей работы в организации образовательного процесса. Кроме того, на уровне города мы организуем для молодых специалистов консультации методистами. Методические выходы, в том числе и по их запросу. Хорошо. А как в целом оцениваете качество образования в Бобруйске? Наши выпускники ежегодно получают золотые медали и стобальные сертификаты на ЦТ. Я считаю, что система образования города Бобруйска функционирует стабильно и качественно. Действительно, учащиеся нашего города – неоднократные победители различных спортивных, интеллектуальных, творческих конкурсов и олимпиад. В принципе, цифры говорят сами за себя. Только в 2023 году 12 дипломов завоевано нашими ребятами на заключительном этапе Республиканской олимпиады по учебным предметам. 21 диплом в конкурсе работ исследовательского характера. 21 учащийся наших учреждений удостоен специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке дарённой и талантливой молодёжи. Наши учащиеся заканчивают учреждения образования золотой либо серебряной медалью. 46 выпускников учреждений общего среднего образования в этом году завершили обучение на третьей ступени, получив аттестат особого образца с награждением золотой либо серебряной медалью. И 66 выпускников девятых классов также получили аттестат об общем базовом образовании с отличием. Наши ребята успешно задают централизованные тестирования. В этом году по централизованному тестированию мы получили 8 стубальных сертификатов. Конечно, качество образования напрямую зависит от педагогов. Сегодня в системе общего среднего образования трудится более 2000 педагогов. Наши педагоги активны участники конкурсов различного уровня. Только в прошлом учебном году и за текущий период этого года нами завоёвано более 100 дипломов в различных конкурсах профмастерства. Нельзя не сказать о том, что наш педагог Доронкова Сатана Владимировна, учитель физики средней школы номер 34, стала победителем республиканского конкурса «Учитель года Беларуси» в номинации «Физика, информатика, математика». Нашу Николик Алексей Геннадьевич стал победителем областного этапа конкурса «Учитель года». Четыре наших молодых педагога результативно приняли участие в областных фестивалях «Призвание педагог» и «Педагогический дебют». Это о многом говорит, я думаю. Кроме того, центром методического притяжения и методической силы в нашем городе является наш учебно-методический кабинет. И буквально в ноябре проведён конкурс на лучшего заведующего учебно-методическим кабинетом. Победителем заслуженно стал наш заведующий учебно-методическим кабинетом Верёвкина Елена Николаевна. Весной ребята сдавали централизованный экзамен. Как с ним справились, на ваш взгляд? Да, действительно, в мае 2023 года проведено два централизованных экзамена. Наши ребята справились успешно с этим испытанием. Кроме того, 25 учащихся получили максимальный балл, 100 баллов по итогам централизованного экзамена. В этом году централизованный экзамен планируют сдавать более 1300 выпускников. 27 января пройдёт репетиция централизованного экзамена. Ну а сами экзамены состоятся 27 мая и 30 мая. А репетиция будет обязательной для всех? Обязательной для всех, да, безусловно. С 1 сентября в школах обновилось меню. Чем он отличается от предыдущего и успели ли наши ребята оценить его? Да, действительно, с 1 сентября 2023 года в учреждениях образования внедрены новые принципы организации питания. В рационном питании содержат обновлённые блюда, которые разработаны были по итогам реализации в нашей стране пилотного проекта по организации питания. Наши ребята с удовольствием восприняли в меню пельмени, блинчики с творогом, блинчики с вишней, золотистый картофель. Кроме того, в рационном питании предусмотрена вариативность блюд. Это на выбор салаты и соусы. Еженедельно практически наше учреждение образования проводит анализ организации питания в школах путём анкетирования самих учащихся и их законных представителей. Также с нового учебного года введён обязательный второй элемент школьной формы. Как считаете, это больше про стиль или про дисциплину? Рекомендация соблюдать деловой стиль одежды в нашей стране существует уже давно. Официально закреплена в государственном школьном стандарте с прошлого учебного года. Из прошлого учебного года мы во всех учреждениях ввели первые отличительные элементы. Это были в основном жакеты, шевроны, значки. С этого года мы пошли немножечко вперёд. И все учреждения образования ввели школьную форму. Решение принималось о том, какая она будет учреждением образования совместно с родителями учащихся. Но сегодня стоит достаточно сложная задача перед всеми нами, в том числе и перед родителями, обеспечить контроль за ношением школьной формы самими учащимися. В целом считают, что школьная форма дисциплинирует, настраивает на работу. И учреждение образования в школьной форме выглядит собрано и стильно. Качественное образование начинается ещё с дошкольного учреждения. Здесь маленькие бобруйчане погружаются в увлекательный мир знаний в самых комфортных условиях. 84-й сад приводит в восторг не только современностью, но и эстетическим оформлением. Но самое главное – коллективом профессионалов. Подобраны замечательные педагоги, которые имеют высшую первую и вторую категорию коллекционную, которые всю душу отдают своим деткам, вкладывают свои знания для того, чтобы выросли настоящие граждане нашей страны. Каждый день любознательных непосед расписан по минутам. Особое внимание физическому воспитанию. В детском саду есть спортивные гимнастические залы со всем необходимым инвентарём. Скучать мальчишкам и девчонкам на занятиях некогда. День у нас начинается с зарядки, для того, чтобы детки стали более активными, для того, чтобы развился у них больше аппетит. Занятие физкультурой три раза в неделю. Одно занятие проходит в бассейне, одно на свежем воздухе для развития детей, для закаливания, а второе – мы уже занимаемся в зале. За что ты любишь садик? За то, что там есть текушки. А воспитатели у тебя хорошие? Ага. А на сегодня нам конфеты будет давать. Чувствовать себя, как рыба в воде с раннего возраста, дорогого стоит. Чтобы научить ребят плавать, есть всё необходимое – индивидуальный подход, комфортная температура, качественное оборудование. О таких условиях многие взрослые в детстве даже не мечтали. За счёт того, что большой бассейн, яркий, очень много игрушек и очень много приспособлений. У нас и нудлы есть, и доски для плавания, и круги, и шарики. Очень разнообразных, очень много камней, которые способствуют для ныряния детей. Мы изучаем кроль, брас, в любом случае стрелочки. Они всё выполняют, они стараются. Я обожаю купаться в бассейне. Можно нырять. Вместе с друзьями веселиться. Не надо шариками гулять. В музыкальной комнате занимаются с будущими артистами. Развитие творческих способностей – неотъемлемая часть воспитания. С задором маленькие звёздочки готовятся к самому долгожданному моменту – новогоднему утреннику. Что тебе больше нравится – петь или танцевать? Танцевать. А на новогоднее представление в каком костюме будешь? В белом платье. Родители придут твои смотреть? Да. Стараешься на занятиях всегда? Да, всегда. Мне нравится танцевать и танцевать то, что мне говорят. Важные занятия проходят и в комнате безопасности жизнедеятельности. Мальчишки и девчонки в игровой форме узнают самые важные правила. Мы тесно взаимодействуем с нашим ГРОЧС, которые принимают участие в наших таких мероприятиях, как масленица, масленичное гуляние. Это ежегодная наша традиция. Также организовывается бег в ползунках с нашими будущими. Учащимся в нашем учреждении, с их родителями. Следующая ступенька в образовании – начальная школа. И подход в обучении здесь самый современный. В третьей гимназии создан специальный лего-класс, где ребята развивают способности с помощью конструктора. В первую очередь это развитие мелкой моторики. А раз развивается мелкая моторика, то у детей, соответственно, будет очень хорошо развита речь. И также я смотрю, что у них хорошо развито логическое мышление. Им очень легко с помощью лего даются и примеры, и задачи. Чем тебе здесь нравится? То, что тут можно делать подделки, и то, что всегда может учитель помочь. Мне нравится, потому что можно построить много чего. Из разных цветов, разных форм, разных размеров. Коллектив педагогов не жалеет ни сил, ни времени на создание по-настоящему увлекательных занятий для юных патриотов, любимой Синеокой. На познавательных уроках школьники в игровой форме путешествуют по Беларуси. Я очень удивлена, что создали наши учителя такую интересную игру. Я узнала про свою Беларусь, про свой город родной, про свои какие-то предприятия, и очень все это интересно. Мне нравится учиться в этой школе. У нас веселые учителя, добрые, все понятно объясняют. Ну, у нас все получается. Моя гимназия самая лучшая. Весело и с пользой проходят и подвижные переменки. Тут для ребят и классики, и твистер, игры в шашки и шахматы, и, конечно, комфортные места для отдыха. Местом притяжения становится гоночная площадка для машинок. Мы делаем машинки из ВДУА-0 в стенд-классе. Мы программируем на планшетах и проводим гонки. Кто-то болеет за кого-то. В ногу со временем в стенд-центре занимаются юные гении. Естественные науки, технологии, инженерное искусство, математика – самые востребованные дисциплины в современном мире. Их изучение не только полезно для будущего в высокотехнологичном обществе, но и увлекательно. Мы разрабатываем проект роботизированной платформы «Майдадыр», который позволит оптимизировать уборку нашей гимназии. Мы полностью самостоятельно сварили корпус, собрали его, спаяли. На данный момент занимаемся написанием программного обеспечения. Программирование, электроника, робототехника, 3D-моделирование, основы черчения, проектная деятельность, техническое творчество. Спектр направлений поражает разнообразием. С помощью лазерных технологий ребята создают различные изделия из фанеры. Здесь же наносят гравировку. Я делаю вечные календари. Используются они для экономии бумаги, так как каждый год множество тысяч деревьев вырубается для того, чтобы напечатать календари. Для каждого месяца можно переставлять вот эту вот рамку, и будут показываться те дни, которые надо. Третья гимназия славится не только современным подходом к обучению, но и множеством громких наград и достижений. Благодаря профессиональным педагогам и талантливым ученикам учреждение образования победитель соревнований на лучшую организацию работы по осуществлению образовательной деятельности в 2022-м. В гимназии достаточно сильная педагогическая команда. У нас имеется шесть педагогов-методистов, а также очень много высшей категории. Конечно же, к нам приходят молодые инициативные специалисты. Можно отметить наших специалистов в области IT. Это наш Смирнов Евгений Андреевич, который тут занимается здесь робототехникой. Также хочется отметить учителя по химии Василевскую Татьяну Николаевну, которая является лауреантом спецфонда президента Республики Беларусь. Здесь обучаются юные дарования, которые прославляют Бобруйск на всю страну. Ученики становятся победителями на всех этапах республиканских олимпиад. Ежегодно среди выпускников 8-10 медалистов, которые подтверждают почетное звание высокими, а часто и стопроцентными баллами на ЦЭ и ЦТ. Наши ребята очень инициативные, активные, готовы продвигать свои идеи. Шпак Илья, учащийся 10 класса, является председателем молодежного и подросткового парламента Республики Беларусь. Также наша звездочка – это Матлах Артемий, который в составе молодежного актива участвовал во встрече с президентом Республики Беларусь. В Бобруйске успешно функционирует и Межшкольный центр допризывной подготовки. На базе 17-й школы занимаются военно-патриотическим воспитанием учащихся 10-11 классов со всех учреждений образования Ленинского района. Очень хорошо и интересно преподносят материал, который раньше мы не слышали в жизни. Он очень интересный про военную тематику. Я считаю, что для парней всех очень важна допризывная подготовка даже в будущей жизни, потому что, во-первых, самое главное – то, что подготавливают к армии. За время создания центра 35 бывших учеников моих поступили в высшие военные учебные заведения различных силовых структур. Это и военная академия, это и академия Министерства по чрезвычайным ситуациям. На медподготовке обучают самому главному – основным приемам оказания первой помощи, правилам личной и общественной гигиены, профилактике заболеваний и многому другому. Объем ценной информации способствует укреплению здорового образа жизни, формированию крепкого будущего нашей страны. Знание по медицинской подготовке способствует еще развитию эмпатии учащихся, потому что внимание к близкому человеку и уметь сотрудничать в команде – это тоже пригодится им в жизни и поможет в каких-то нестандартных ситуациях действовать правильно. Медподготовка действительно полезна. Приятно осознавать, что в будущем я смогу кому-то помочь, а может даже и спасти чью-то жизнь. В Беларуси уделяется особое внимание качеству образования на всех ступенях. По показателю доступ к базовым знаниям в Индексе социального прогресса за 2022 наша страна занимает почетное 17-е место среди 169 государств мира. Елена Сергеевна, почему именно педагогика? Педагогический старш в нашей династии насчитывает 122 года. Хотели бы, чтобы ваш сын последовал по вашему пути? Я считаю, что педагог – это фундамент в профессии. Хватает ли места в детских садах? Активными темпами ведется строительство дошкольного учреждения в районе Коселевича. Впереди новогодние праздники. Будут выбраны король и королева балла, также традиционно уже, и много интересных сюрпризов мы готовим в этот день. Елена Сергеевна, почему именно педагогика? Как пал на нее выбор? Я родилась и выросла в семье педагогов. Я педагог в третьем поколении. Общий педагогический стаж нашей династии насчитывает 122 года. Ого! Да. И началась наша династия с 1952 года, когда мой дедушка стал учителем математики. А спустя два года, в течение 35 лет, возглавлял Заволоческую среднюю школу Глузского района. Далее по его стопам пошла моя мама и ее сестра, а уже за мамой и ее сестрой пошли я и моя сестра двоюродная. Поэтому, как любой учительский ребенок, все свое осознанное детство я провела в школе. И когда пришло время выбирать профессию, выбор был однозначным – педагогика. А сложно ли расти в семье педагогов? Нет, не сложно. Это очень интересно. С вас не было такого спроса повышенного? Или вам самим хотелось быть лучше, чем другие? Ну, в принципе, да. Наверное, вы правы. Хотелось соответствовать статусу педагога. То есть всегда повышенная ответственность, потому что мама – педагог. Мама была педагогом-организатором, далее замом по воспитательной работе и уже несколько лет, уже более 15 лет возглавляет учреждение образования. Поэтому, конечно, соответствовать приходилось. А можете немножко подробнее рассказать? Вы окончили 11 класс и как дальше? Я окончила 11 классов. Заволоческая средняя школа Глузского района поступила в Минский государственный университет на современные иностранные языки. Далее по распределению отработала в средней школе номер один городского поселка Глузк. Переехала работать в город Бобруйск. Работала в Бобруйском районе. Ну, а далее уже перешла работать в горосполком на должность главного специалиста управления по образованию. Не пожалели о выбранном пути? Нет. Я никогда не жалела и не жалею о том, что я педагог. Я вообще горжусь тем, что я педагог. Я считаю, что педагог — это фундамент всех профессий. Хотели бы, чтобы ваш сын последовал по вашему пути? Я предоставлю право выбора своему сыну. И с учетом того, что сын все-таки больше равняется на отца, а папа у нас служит родине, работает в УВД Бобруйского горосполкома, поэтому я не уделюсь, если он выберет именно этот путь. Это будет его выбор и вы его поддержите? Да, я его поддержу. Что касается патриотического воспитания в школе и в детских садах, в принципе, какое внимание уделяется ему? Мы в начале нашего с вами разговора о задачах на текущий учебный год говорили о том, что да, одна из задач — это совершенствование форм воспитательной работы. И в системе воспитательной работы патриотическое воспитание — это важнейшая составляющая. Сегодня во всех учреждениях образования нашего города проводится работа по формированию учащихся уважительного отношения к государственной символике. Созданы знамённые отряды для осуществления торжественной церемонии выноса и вноса государственного флага. Работают мемориальные отряды, которые несут вахту памяти на захоронениях нашего города. В рамках Года мира созидания акцент на понимании учащимости, значимости мира и согласия в обществе, а также роли предков формирования и завоевания мира на нашей земле. Хорошо. А шестой школьный день? Как проводят его учащиеся? Мероприятия шестого школьного дня направлены прежде всего на организацию досуга учащихся в неурочное время. В этот день проводятся мероприятия спортивной, физкультурно-оздоровительной направленности. Каждая вторая суббота месяца у нас объявлена Днём здоровья, каждая четвёртая — Днём безопасности. Ребята посещают учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, спорта. Что можете сказать о работе специальных учреждений образования? Важнейшей составляющей в системе образования является инклюзивное образование. В нашем городе созданы все необходимые условия для обучения, для получения образования лицами с особенностями психологического развития. Наш Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ведёт банк данных детей данной категории. И сегодня в данном банке значится около 4 тысяч ребят. Специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью в нашем городе охвачено 99,9% детей. В учреждениях общего среднего образования функционирует 23 специальных и интегрированных класса, 30 пунктов коррекционно-педагогической помощи. В учреждениях дошкольного образования функционирует 57 специальных и интегрированных групп и около 50 пунктов коррекционно-педагогической помощи. Поэтому мы уделяем этому вопросу огромное количество внимания и создаем необходимые условия для обучения и воспитания детей данной категории. Хотелось бы еще отметить, что учащиеся с особенностями психофизического развития вовлечены в занятия объединений по интересам и охват дополнительным образованием данной категории детей сегодня составляет около 53%. Что касается дошкольных учреждений образования, хватает ли мест в детских садах и как изменилась ситуация со строительством 84-го и 85-го детских садов? В целом, существующее количество учреждений дошкольного образования позволяет удовлетворить образовательные потребности всех нуждающихся. Безусловно, строительство 85-го и 84-го садов позволили снизить социальную напряженность в микроороне молодежной. Вместе с тем, учитывая активную жилую застройку в данном микрорайоне, потребность и спрос на места в дошкольных учреждениях в данном микрорайоне по-прежнему высок. В случае невозможности предоставления места в данном микрорайоне, родителям предлагается альтернатива в виде места в дошкольном учреждении по ходу следования общественного транспорта, либо по месту их работы. В настоящий момент активным темпом ведется строительство дошкольного учреждения микрорайона Киселевича, которое будет завершено до конца текущего года. Поэтому в ближайшее время новое учреждение дошкольного образования раскроет свои двери нашим маленьким жителям. Хорошо, ну и впереди новогодние праздники. Какие сюрпризы ждут наших учащихся? Да, действительно. 15 декабря стартует новогодняя боготворительная акция «Наши дети». И 15 декабря в нашем городе пройдет уже ставший традиционным новогодний бал. Состоится он на базе Центра дополнительного образования. Примут участие в нем учащиеся, добившиеся высоких достижений в учебе, спорте, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Порядка 100 участников. Поэтому будет интересно. Будут выбраны король и королева бал, также традиционно уже. И много интересных сюрпризов мы готовим в этот день.